КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЕЙСТВА Сдаётся мне, что все эти инсайдеры, в одно лицо, проживают и работают не в Букингемском дворце, а поместье Сасиксов в Монте-Сито. Тактика всем, кто интересуется жизнью принца Гарри и Меган Маркл известная. Закинем удочку, посмотрим на реакцию, может что-то и выйдет, пригласят. Может даже и Кристина Лилибет всё-таки позволят провести в Виндзоре, купели рубашечку крестильную, фамильную отжалеют. Опять же, внимание прессы, пиар и новое подтверждение того, что герцоги Сасиксские по-прежнему любимые члены королевской семьи. А это важно, особенно после того, как селебрити США в лице Барака и Мишель Обамы дали понять, Гарри и Меган им не особенно интересны. Напряжение между Сасиксами и королевской семьёй остаётся высоким, особенно после обвинений, которые сделала Меган в отношении королевской жизни. Она утверждала, что некий член королевской семьи выразила беспокоенность по поводу цвета кожи Арчи до его рождения, а также заявила, что на одном этапе королевской жизни она не хотела больше жить из-за проблем с психическим здоровьем, но ей отказали в помощи. Выступая на канале 5 в документальном фильме «Меган в 40 лет», восхождение к власти, королевский автор Том Куин дал свой анализ ситуации. Он утверждает, я думаю, Меган надеялась на извинения, я думаю, она надеялась, что они позвонят и скажут, нам очень жаль, теперь мы видим, что зашли тогда слишком далеко. Мы должны были вести себя по-другому, мы должны были все вместе собраться за круглым столом и обсудить ваши проблемы с психическим здоровьем. Я думаю, что потом она была в ужасе от того, что семья отреагировала так негативно на её заявление в интервью Опре Уинфри, и они не ответили так, как она хотела. Вдобавок к этому Куин утверждает, что Меган в конечном итоге уже пожалела о своём решении пооткровенничать Сопрой. На мой взгляд, она думала, что войдя в королевскую семью, она сможет встряхнуть их, обновить, и им это понравится, они будут поступать, как считает нужным Меган. Когда этого не произошло, и она столкнулась с тем, что она считала силами реакционеров, это её так расстроило, что это интервью было её способом единственным для неё способом – отомстить и изложить дело так, как она видела ситуацию. Но я считаю, что позже она пожалела о своих заявлениях и сейчас думает, что ей не стоило сжигать мосты между ней с Гарри и королевской семьёй Дотла. Королевский биограф Анжела Левин нередко отпускала критические комментарии в сторону принца Гарри и Меган Маркл. Теперь же, после того, как опрос Югав показал стремительное падение рейтингов пары, Анжела не упустила возможность в очередной раз выразить свою позицию. По мнению эксперта, герцога и герцогиню Сасикских, а также их общественную деятельность, можно охарактеризовать одним словом фальшивка. «Я думаю, что громкие, удобные и заботливые комментарии Гарри и Меган о ситуации в Афганистане, катастрофе на Гаите и новых штаммах ковид – ещё один пример того, как они пытаются создать своего рода альтернативную королевскую семью», – пояснила Левин. Также критик обратила внимание на то, что Гарри и Меган часто используют одни и те же обороты. Их комментарии о том, что они хотят облегчить страдания тех, кого знают, и тех, кого, возможно, никогда не встретят, звучит так похоже на их недавнее заявление «Мы должны проявлять сострадания к тем, кого мы знаем, и тем, кого мы не знаем, это не кажется искренним». Следует отметить, что именно реакция Сасекских на ситуацию с пандемией и кризис в Афганистане подпортила их репутацию. Призывая финансово поддерживать благотворительные организации, Гарри и Меган по непонятным причинам умолчали, сколько средств они сами пожертвовали на гуманитарные цели. Советник принца Чарльза Майку Фосет временно ушел с поста исполнительного директора благотворительного фонда его высочества после обвинений в торговле орденами, сообщают СМИ. Фосет обещал помочь обеспечить рыцарское звание и гражданство Великобритании бизнесмена из Саудовской Аравии по имени Махфус Марий Мубарак бин Махфус в обмен на пожертвование в благотворительный фонд принца Чарльза The Princess Foundation. Предприниматель сделал пожертвование в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов, которые были направлены в том числе и на реставрацию двух исторических зданий, которые наследник британского престола используют в качестве резиденции. Инсайдеры сообщают, что старший сын королевы Великобритании Елизаветы II ничего не знала произошедшим и в настоящее время фонд проводит внутреннее расследование. Спустя несколько месяцев после того, как Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, дав взрывное интервью Опре Уинфри и обвинив фирму в расизме, им удалось шокировать еще больше, запросив официальное интервью с королевой по очень конкретной причине. Согласно неназванному источнику, на который ссылается The Sun, пара, которая в настоящее время живет на прекрасной вилле в США, попросила официальную встречу с королевой несколько недель назад. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность организовать Кристины маленькой Лилибет Дианы в Виндзорском замке. Дерзкая просьба, которая ошеломила всю королевскую семью. Согласно тому же источнику, просьба Гарри и Меган была не очень хорошо воспринята королевской семьей, которая не понимает нервозности этой просьбы после открытой критики королевы и остальных представителей фирмы. По данным Page Six, королева еще не ответила на эту просьбу, но очевидно, что она по-прежнему глубоко любит принца Гарри и хотела бы познакомиться с его новым ребенком. Вопрос, за которым нужно следить. Королевский эксперт Клайв Ирвинг рассказал о непростых отношениях между Елизаветой II и ее старшим сыном, принцем Чарльзом. В документальном фильме «Королева Елизавета. Любовь в честь и корона», который вышел в марте этого года, он заявил, что ее величество крайне недовольно наследникам. По словам Ирвинга, принц Уэльский и другие члены королевской семьи никогда не будут соответствовать ее чувству долга. Он отметил, что королева никогда толком не понимала своего старшего сына и была озадачена им. Причиной тому стали их разные взгляды на жизнь. Все, кто окружает королеву, никогда не дотягивают до нее. Ее собственная семья не может сравниться с ней. Чарльз никогда не может сравниться с ней, отметил Клайв. По словам королевского эксперта, более теплые отношения Елизавету II связывают с ее младшим сыном, принцем Эндрю. По сей день она более открыто любит Эндрю и более снисходительна к Эндрю, чем к Чарльзу. У понятия «уязвимый» есть масса значений, но Кейт Мэнси, помощник редактора Mail on Sunday, вкладывает в него тонкокожий. То есть подчеркивает, что у Мэган Маркл, да и у принца Гарри, нет той брони, той бегемоти и шкуры, которая свойственна многим публичным людям. И которой, если уж ты желаешь быть в центре внимания, а Сасикса явно этого хотят, обзавестись просто необходимо. Эти выводы Кейт Мэнси делает на основании тех жалоб, которые Мэган Маркл, как женщина и мать, подала в негосударственную британскую организацию по контролю за СМИ Овком и руководству телеканала ITV, после того, как ее раскритиковал ведущий программы «Доброе утро», Британия Пирс Морган. Как всем известно, Пирс публично выразил свое недоверие заявлением герцогини Сасикса, которые она сделала в интервью в шоу про Уинфри, в том числе и ее суицидальных мыслях. После полугода разбирательств организация Овком постановила, Пирс Морган, высказывая собственное мнение, не нарушил кодекс вещания Овком. Свобода слова восторжествовала. Кейт Мэнси напоминает, согласно сообщениям СМИ, Мэган написала генеральному директору ITV Кэролин Маккол, выразив обеспокоенность по поводу комментариев Гэна Моргана, в частности того, как они могут повлиять на зрителей, страдающих психическими заболеваниями или суицидальными мыслями. Мэган подала официальную жалобу Овком и ITV после того, как Пирс Морган сказал, что не верит ее заявлениям после интервью. Гэжа Мэнси считает, что эти жалобы весьма красноречивы и раскрывают тонкокожий характер герцога и герцогини Сасекских. Обратите внимание, среди десятков тысяч жалоб на Пирса Моргана, Вовком и руководству ITV, были приметные жалобы от самой герцогини Сасекской. Я думаю, это весьма показательный факт, особенно то, что Мэган Маркл лично обратилась к руководству ITV, чтобы выразить свое недовольство критикой Пирса. Это, откровенно говоря, красноречиво показало, насколько Сасекса тонкокожая. То, что сказал в адрес Мэган Пирс Морган, не было клеветой. Это была его точка зрения. Кроме того, тот факт, что Мэган обратилась к генеральному директору ITV, причем как женщина к женщине, продемонстрировал явное желание Сасексов контролировать СМИ. Оба эти аспекта наглядно показывают, как работает весь бренд Сасексов, на каких принципах он базируется. Упрощая, Сасексы позиционируют себя как священную корову, которую трогать не моги, но без довольно толстой коровьей шкуры. Они же такие уязвимые, тонкокожие люди с психологическими проблемами, поэтому есть только одна точка зрения их собственная, а критиковать их нельзя. Шкурка страдает. После завершения полугодового расследования дела Пирса Моргана, Авком заявляет, в соответствии со свободой выражения мнений, Гэн Морган имел право заявить, что он не верит утверждениям герцога и герцогини Сасекских, а также придерживаться своего мнения и выражать собственные твердые взгляды, которые жестко оспаривали их версию. Кодекс вещания Авком позволяет людям публично выражать строго обоснованные и аргументированные взгляды, в том числе потенциально вредные или крайне оскорбительные, а вещательным компаниям включать их в свои программы. На наш взгляд, ограничение в выражении таких мнений будет являться необоснованным и пугающим ограничением свободы слова как для телеведущих, так и для аудитории. Продолжение следует...